Привет! Скажи, пожалуйста, как тебя зовут и из какого города ты приехала? Привет! Меня зовут Маргарита, я из города Ешкар-Алан. Маргарита, как ты решила, как приняла решение, что приедешь на ретрит именно к Светлане Лавровой? Светочку я знаю уже давно, люблю, с удовольствием слушаю все ее видео и очень отзывается та информация, которую она передает. Я просто мечтала об этом ретрите и когда я первый раз о нем услышала, я подумала, вот ведь счастливчики будут те, кто сюда приедут. И сама себе не давала даже позволения подумать о том, что я могу здесь тоже присутствовать. Но так сложились обстоятельства, причем легко и просто, что я попала сюда и не пожалела. Почему не давала позволения себе? Почему не представляла, что это для меня? Мозг искал какие-то отговорки, накручивал страхи, которых не существует, какие-то непонятные диалоги с родственниками, от которых я буду отпрашиваться. В общем, всякие такие глупости, которые решились в один момент. Стоило просто мне заявить, что я хочу и мне дали добро, так скажем, и все сложилось чудесно. На работе легко отпустили, ребенка пристроила. Скажи, пожалуйста, вот если бы ты описывала Свету одним словом, каким бы словом ты определила, что в ней тебя привлекает и вызывает доверие, что вот настолько, что ты взяла просто и на неделю приехала, оставив все свои дела к этому человеку. Что это за качество? Света, солнышко, греет, освещает, показывает путь очень мягкое, кому нужно и пожестче, но каждый раз в точку, и очень искренне и к себе, и к окружающим, и учит нас этому. Маргарита, если у тебя были какие-то ожидания перед поездкой на ретрит, то какие они были и как они трансформировались, во что они превратились вот сегодня в день завершения мероприятия? Ожидания на самом деле были самые минимальные, просто пять дней шикарного отдыха за городом с хорошей компанией, но по факту я получила здесь намного больше, все люди такие чудесные подобрались, вся информация прямо отзывалась, люди окружающие зеркалили своими ситуациями, эмоциями, и столько инсайтов получилось поймать, и полагаю, что еще большая часть распакуется впоследствии, и настолько все прошло легко, тепло и эмоционально, в хорошем смысле этого слова. А можешь приоткрыть нам чуть-чуть дверь в свою личную жизнь и поделиться хотя бы одним каким-то инсайтом, ну просто чисто для тебя важным каким-то открытием, переворотом? Я приехала с запросом на честность, чтобы в первую очередь быть честной с самой собой и понять, чего хочу я, что мне интересно, не навязанное программами или обществом, а именно что внутри меня дает мне силы и энергию, и для меня просто было откровением то, что для меня очень схожа структура и энергия воды, которая кажется такой нейтральной, на которую невозможно опереться, такая она вся размазанная, то есть можно какие-то негативные эпитеты подбирать, но на самом деле это уникальная структура, которая и подстраивается, и она может быть, когда нужно, жесткой, как лед, она может быть легкой, как воздух, и текучей, обволакивающей, очищающей, и настолько это близко для меня было, что я себя так ощущаю, и в этом и есть моя сила и опора на саму себя, это было удивительно. Светлана везде на своих ресурсах представлена как психолог, автоном, человек, который ведет жизнь, опираясь на прану, а не на еду и воду, но при этом она не ведет в автономию, она говорит всем, что я веду вас к себе, и ретриты, да, они посвящены пути к себе, вот к той части себя, которая вечная, касание вечности. Насколько это соответствует тому, что ты здесь получила? Насколько вот все, что здесь происходило, для тебя было про путь к себе? И через что вообще Света это смогла или не смогла выразить? Как бы ты это могла описать? Света подсвечивала разные варианты, начиная с самых низов, с тела, потом, значит, плавно переходя к эмоциям, к потом более глубоким чувствам. И это все настолько взаимосвязано, что сложно что-то отделить, отсоединить, одну информацию от другой, это все надо воспринимать целостно, потому что так оно и есть. Все по взаимосвязи, в том числе и все практики, которые здесь были, они направлены на то, чтобы и физически прочувствовать, и где-то умом понять и разрешить себе дать позволение, где-то наоборот ум отключить и уйти в проживание искреннее, эмоциональное. Так что это все и об этом, и не об этом. Насколько практика с бубном для тебя была полезной, интересной? Когда ты была на подобных медитациях? Как ты говорила? В первый раз на самом деле такой опыт, было очень классно, именно по ощущениям телом ощущать все эти вибрации, такие плотные, и прям вот чувствовала, что происходит какое-то исцеление, и какой-то процесс запустился, и очень ощущения были приятные, комфортные, такие, что не было никакого страха, не было никаких сомнений в том, что это действительно то, что мне сейчас нужно. А у тебя какой-нибудь миф развенчался, с которым ты сюда приехала, и теперь такая, господи, как я могла вообще так думать? Интересно, я на самом деле давно уже открыта ко всему, и прям, наверное, каких-то таких сильных потрясений не было. Мне просто было очень приятно пообщаться с людьми, потому что все такие красивые, все такие открытые, все, каждый уникальный, и это самое ценное общение в этом кругу и в этой атмосфере. Хотелось бы еще отдельно спросить про практики, практика на гвоздях. Как она для тебя прошла, буквально в целом, да, что ты из этого опыта, ну, резюмировала для себя? То есть что это вот такое? Встать на гвозди, простоять там сколько-то времени, и зачем, что это было, как это было для тебя? У гвозди ты вообще оказалась отдельная любовь и откровение. Это было очень классно. Очень эмоционально потоки энергии благодаря проводнику очень были ощутимы. Энергия Земли соединялась с энергией откуда-то сверху, и прям вот это вот физически какой-то тремор, который плавно перешел в какие-то такие ощущения, вообще абсолютно новые, которые даже сложно передать. Это был очень интересный опыт. Ушли зажимы. Прям вот физически было облегчение, да, физический результат конкретный. Стало легче тело, раскование, и как будто бы и голова тоже прочистилась, и моральное состояние стало более стабильным, комфортным и радостным. Когда мы описываем эту практику здесь, на гвоздях, всегда говорим о том, что гвозди лишь инструмент, через который работает мастер, это на самом деле, конечно, мощная энергетическая, трансформационная техника. Так ли это для тебя было, и что полезного из этого ты взяла с собой? Однозначно. Очень повлияло то, что был проводник, и Ирина нам очень помогла, потому что был опыт стояния на гвоздях самостоятельный, либо по каким-то видео с интернета, да, то есть какие-то рекомендации, где-то что-то нахватал, где-то просто без запроса пробовала вставать, где-то с запросом, но вот в одиночку, самостоятельно. И это просто земля и небо вообще не сравнить. Это настолько, ну, как бы, то есть от нуля до бесконечности. Ты до этого много раз сама, да, получается, вставала, да? Много раз. Несколько раз, да. Несколько раз, да. То есть один раз я могла встать на 40 минут, другой раз я не могла простоять ни минуты. А тут уже было дело не во времени, а в качестве... Процесса. Полученного, да, вот этого... Проживания. Проживания, да. Именно в качестве проживания. Слушай, ну это здорово, потому что иногда часто нам не с чем сравнить их. Здорово, что у тебя такой вот именно опыт интересный. Ну, наверное, можно сказать, что плюсом было то, что не было страха, потому что это был не первый раз, не было страха, боли. Потому что я как бы знала, что это реальные вещи, и это когда-то закончится, это во благо. Вот, но то, что может быть какой-то вау-эффект, это было... Это тебя удивило, да? Это было очень неожиданно, и огромная благодарность Ириночке, благодарной Свете, благодарной всем, кто здесь создавал это поле, купол. Расскажи про игру, как она для тебя прошла. Игра «Радуга», мы вчера играли. Что для тебя было в процессе полезного? Играла ли ты раньше в игры трансформационные? Как для тебя здесь эта игра зашла? Один раз буквально до этого у меня был опыт. Я играла в игру, связанную с деньгами, но это был буквально, так скажем, узкий сегмент, очень ограниченный. Тут же игра, ну, просто вообще максимально расширена на все сферы жизни. Очень интересно было именно коллективом сыграть, потому что тоже каждый раскрывался по-своему, каждый себя отзеркаливал, и это было очень интересно. И эти сколько-то часов, пять, четыре, пять, ну, в общем, они пролетели как десять минут, и хотелось еще дальше погружаться. Это было очень интересно, очень интересно познавать себя, познавать других, познавать жизнь, и эта игра все дает. Я не знаю, слышали вы или нет, но я слышал какой-то лошадиный ржач. Все потому, что уже на релаксе. А, нет, они не слышат, потому что ребята в записи не слышат, потому что у нас микрофон вкладывает. Он нас спасает. Марго, а что мы пожелаем тем, кто смотрит это видео и интересуется ретритами? Вообще даже просто, вот не то, что там даже думают приехать, нет, а вот просто вот включил это видео, случайно, как будто бы случайно. Да, да, да. Как говорится, случайности не случайны. Если хочется, то надо просто брать и делать, и всем хочется пожелать легкости, смелости, честности, открытости. Не закрывать в себя какие-то рамки и шаблоны, и, возможно, все, как говорит Света. Спасибо тебе огромное за твою нежную, текучую, такую стабильную, спокойную энергию, которую ты делила здесь, на этом мероприятии. Это очень приятно с тобой взаимодействовать. Я надеюсь, мы еще увидимся на каком-нибудь нашем мероприятии или на фестивале, на которое мы будем ездить. И обязательно будем приглашать, конечно же, всех. До новых встреч. Спасибо, вы классные.